Проверка давления в колесах, исправности лампочек, стеклоочистителей и дверных механизмов. С такого обхода начинается каждый рабочий день Николая Баранова. С 2001 года мужчина работает водителем троллейбусов в Химках. Почти два десятилетия он наблюдает изменения дорожно-транспортной обстановки городского округа изнутри. У нас дороги стали хорошие. Выделили нам полосу от Дружбы до Юбилеона проспекта. Мы ездим спокойно, там заторов нет, проезжаем спокойно, таксисты мы. И дороги у нас постоянно ремонтируются. Если какие-то появляются изъяны, тоже приезжают ремонтные бригады, восстановят дорожное покрытие. Другие условия совершенно-то достали. Намного комфортнее. Техника такая, что, как вам сказать, более современная, с ней удобнее обращаться, чем раньше было. У вас даже приборная панель, да, такая, как компьютер? Да, здесь это и есть компьютер, потому что он показывает у нас какое давление, какую температуру. Кондиционеры, розетки для USB-зарядки в салоне, автоматический наклон при посадке и высадке пассажиров – и это еще не все достоинства новых троллейбусов. Главное преимущество этих машин в высокотехнологичных двигателях. Такой троллейбус-электробус может сложить токоприемники и ехать на собственном заряде. Особенно это удобно, когда необходимо объехать аварию. Новыми троллейбусами гордится весь автопарк. Запас автономного хода у них 15 километров. Мощные аккумуляторные батареи, которые заряжаются при движении электробуса под контактными проводами. Водитель может из кабины снять токоприемники, не выходя. То есть это все автоматизировано. Это же самое последнее, так скажем, чудо техники. Во-первых, в нем приятно и комфортно самому водителю. Кондиционер работает и в кабине, и в салоне. Это просторная машина, светлая, вообще очень красивая, мягкий ход. То есть никаких рывков, плавно двигается по дорожному полотну. Конечно, всем нравится. На скорости удобства передвижения в Химках существенно повлияло состояние дорожного покрытия. Это оценили и автовладельцы. Для Ивана, например, привычный маршрут стал намного комфортнее. Я каждый день езжу на работу в город Химки по улице Спартаковской. И вот раньше можно было ставить подвеску на ямах. Сейчас же отремонтировали дорогу, я езжу с комфортом. На Спартаковской улице покрытие не просто новое, а суперстойкое. Это ощебеночно-мастичный асфальтобетон. Крупная фракция щебня лучше связывает материал, из-за чего он становится более прочным и износостойким. За 2019 год отремонтировали 18 объектов дорожной сети протяженностью 13 километров и общей площадью 99 тысяч квадратных метров.